Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за оползня в Верхнебуринском районе. Решение принято по итогам поездки губернатора на место событий. Ликвидировать насыпь должны военные. Взрывные работы на реке Бурея начнутся 22 января, но пока не ясно, смогут ли они предотвратить подтопление близлежащих поселков. Софья Коренева с подробностями. 80 метров в длину, 20 метров в высоту. Размеры пробоины, которая должна образоваться в завале на реке Бурея после взрывных работ. Это в лучшем случае. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве края прозвучала велика вероятность того, что такой проран сделать не получится. Приток к июню месяца после снеготаяния может оказаться высоким. Мы будем иметь отметку, то, что должны были иметь отметку на август месяц, будем иметь ее в июне. Это значит, что поселку Чикунда все еще грозит подтопление. Сейчас в правительстве прорабатывают возможные варианты расселения населенного пункта. Пока местных жителей просят ни в коем случае не выходить на лед, начиная с 22 января. С началом взрывных работ зоной повышенной опасности станет весь отрезок Буреи от Чикунды до Бурейской ГЭС. В любом случае, никто не знает, какая будет толщина льда, на каком расстоянии волна пойдет после взрыва, что произойдет в дальнейшем, только могут сказать потом ученые. На реке нет официальной переправы, но местные жители все равно рискуют и ездят по льду на автомобилях. С завтрашнего дня этот вид передвижения может стать смертельно опасным. Сроки завершения взрывных работ пока точно не обозначены. Софья Коренева, Телеканал Губерния.